Всем привет! Спасибо, что открыли это видео. Сегодня мы с вами поговорим о моем уходе за волосами. И здесь затронем тему отращивания волос. Поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересным. Обязательно оставайтесь вместе со мной. Я, конечно, не претендую на звание самых красивых волос. Они у меня достаточно такие, знаете, сложные от природы. Они у меня достаточно тусклые от природы. Но на данный момент, мне кажется, что они очень хорошо выглядят. Они такие, знаете, рассыпчатые. Они сильно не путаются. Я действительно понаходила средства, которые мне очень нравятся, как работают. Ну, я прям наслаждаюсь. Единственное, что, конечно же, летом я пошла и их просто взяла и чуханула так нормально. А потом решила, что я хочу свои обрезанные волосы отрастить. И хочу снова вернуть себе длинные волосы. Поэтому я стала покупать какие-то средства именно для стимуляции кожи головы. Но, как по мне, самое главное в уходе за волосами, это именно уход за длиной. Даже если они у вас медленно растут, но вы хорошо питаете, увлажняете, насыщаете ваши волосы, они не будут отламываться, они не будут ломаться. И я свои волосы стригла в августе, сейчас уже как бы март. Я подхожу вот к нашим девочкам-парикмахерам в салоне и говорю, мне надо ли подстрить кончики. Они смотрят и говорят, что нет, у тебя кончики в хорошем состоянии. И до этого я тоже, когда их стригла, мне девочка говорила, что тебе вообще не нужно кончики стричь. Я говорю, нет, я хочу убрать длину, она мне надоела. Вот, а сейчас мы ее снова отращиваем. Поэтому у меня здесь будут и бюджетные средства, и профессиональные средства. Поэтому думаю, что каждый для себя найдет на свой кошелек и на свои волосы какие-то подходящие средства. Давайте я, наверное, начну с того, что я вам все время показывала. Именно поговорим про кожу головы изначально, да. В первую очередь самая крутая штука, которая, как мне кажется, помогает мне отращивать волосы. Я бы сказала, что мои волосы стали гуще. Потому что, если даже посмотреть мои предыдущие видео, у меня, кстати, достаточно много видео про то, как отрастить волосы. Там в свое время я разные прикольные штуки находила. Я думаю, что вам тоже будет очень полезно их посмотреть. Оставлю внизу ссылочки на те видео. И вообще, возможно, уже нужно сделать плейлист отдельный. И вот одна из вот этих крутых находок на Валберис. Это вот этот пилинг для кожи головы. У меня уже много кто из девочек его покупал. И он практически всем подошел. Кто-то только мне писал, что у кого-то перхоть от него появилась. А у меня, девчонки, наоборот. У меня была перхоть, и я его вообще от перхоти покупала. Но я им пользуюсь уже год. Вот с прошлого февраля прошлого года. Я им пользуюсь год. Мне очень нравится. 17% молочная и гликолевая АХ кислоты. Содержит яблочную и винную кислоты. Продлевает частоту волос и кожи головы. Насчет этого я не уверена. Но волосы от него становятся очень красивые и объемные. Кстати, сегодня я не использовала. Сегодня я тестировала новый шампунь. Я про него вам тоже чуть позже расскажу. Мне было интересно, какой от него эффект. В общем, всегда, когда я использую, и всегда, когда мне нужно на выход, я за хотя бы 10 минут до мытья головы, иногда бывает на ночь, просто на кожу головы наношу, немножечко массажирую. И первое время у меня прям ежик такой появился. Сейчас понятно, что из-за того, что я постоянно использую, у меня этого ежика нету. Он отрос. Но, девчонки, мне кажется, что у меня волос просто стал гуще, потому что какие-то луковички спали. У меня кожа головы крайне сильно жирная. Волосы у меня от природы вот такие вот прямые. Я их сегодня высушила феном, но чисто вниз головой, для того, чтобы создать объем. И длину я особо вообще не сушу. Я стараюсь, чтобы она сама высохла. Поэтому я уже сейчас перед видео, может, даже не еще капельку. Влажноватый вот совсем-совсем чуть-чуть. Но волосы вот от природы такие, как стекловидные, тонкие, путающиеся. И мне их вот для того, чтобы они не путались, нужно очень хорошо увлажнять. Поэтому я вам расскажу сейчас о маске, которую я сейчас использовала, потому что это новый для меня продукт. Я его тестирую. Это профессиональная косметика, но, наверное, со всех масок. Профессиональных это самое бюджетное, что здесь будет. Бренд называется... Я вам ставлю картиночку, как выглядит. Котка Bio Periche Professional, не знаю, как почитается. Mask Repair. Конечно, маски Repair это вообще крутая штука. Они действительно очень круто насыщают волосы, восстанавливают. Сегодня вот эту маску я использовала таким образом, что я помыла как бы волосы. И когда вышла с душа, я их обтерла полотенцем, нанесла маску, надела шапочку для душа и сверху завязала полотенце. И так где-то минут 30 походила. Волосы, конечно, вау. Я, девчонки, даже не использовала потом сверху. Ничего не использовала, потому что, ну, обычно у меня волосы очень сильно путаются. Но сейчас я нашла косметику, которая вообще волосы не путает. Мне так нравится. Я буду, наверное, вам щедридовать и маски, и шампуни, чтобы вам было интереснее. Но если найдете в каких-то профессиональных магазинах, попробуйте. У нас в салоне на них работают. Естественно, мне тоже захотелось попробовать. И это будет, как по мне, более бюджетный аналог тех масок, которые я вам покажу дальше. Если говорить еще про стимуляцию кожи головы, все вы слышали про тоник от Vileda. Я про него тоже слышала. Конечно же, мне очень хотелось его купить, попробовать. Но его вообще очень сложно выловить. Даже на том и херп, он появляется очень редко и стоит как-то так дорого. Поэтому я купила розмариновое масло. Розмариновое масло. У меня вот здесь уже, смотрите, половины нет. Я, знаете, сказала бы, что работает, потому что, ну, у меня прям очень быстро волосы отросли. Я их недавно так обрезала. А сейчас вот хожу и думаю, даже девчонкам вот говорю, вам не кажется, что у меня волосы как-то так отросли? Они говорят, да, у тебя очень быстро выросли волосы. Вот я стала использовать эту штуку, но использую, если честно, примерно раз в три мытья головы. Я мой обычно через день, потому что наносить, ну, я люблю на ночь, на корни головы, на кожу головы. Потом нужно хорошенечко так промассажировать. Каждый раз я это делать не буду. Тем более кожа головы у меня склонна к жирности, и мне не хочется еще ее больше жирнить. И когда я мою, наношу вот это масло, я, естественно, использую потом хорошо глубоко очищающий шампунь. Я давайте про него сразу и поговорю. Но масло, как по мне, работает. Конечно, если есть возможность, купите лучше тоник, потому что тоник действительно очень круто отращивает волосы. Но здесь вот 50 мл единственное. Я думала, что будет больше. В принципе, расход не очень большой. И когда я вот использую это масло, мне очень хочется кожу головы хорошенечко так промыть. И не только кожу головы, вообще все волосы, чтобы ничего жирного не было. Я вот этот шампунь от Джойка вам уже показывала. Этот шампунь глубоко очищающий. Здесь проблема в Варшаве в том, что в воде очень много металлов. И эти металлы в волосах накапливаются. Потом я вижу, что у меня нет объема. Волосы очень сильно тухлые. И я вот вроде использовала свои любимые средства, которые у меня всегда работали. Но с этой водой у меня все равно волосы были тусклые и некрасивые. И только тогда, когда я вела вот этот шампунь, глубоко очищающий для волос и кожи головы, волосы вернули свой первозданный вид. Но единственное, после вот этого шампуня, мне их прям нужно очень хорошо напитать, как мыть масочкой, для того, чтобы они хорошо выглядели, потому что они начинают очень сильно путаться. Я использую раз, ну, короче, два раза мою голову обычным, бессульфатным шампунем, потом вот этим глубоко очищающим. Мне очень нравятся волосы, потому что, если говорить про другие глубоко очищающие шампуни, там у меня волосы просто становятся как пух. Чем их не увлажняя, не насыщая, они все равно просто отвратительные. А после этого шампуни, они действительно классные. И здесь нужна прям маленькая горошинка. Оно очень хорошо пенится. Я его уже купила достаточно давно. Здесь еще полупаковки есть. Это очень бюджетная, классная находка. И я уверена, что они будут тоже продаваться в каких-то профессиональных магазинах, ну, для парикмахеров. Поэтому я думаю, что в интернете где-то можно найти. Вот, это из таких чуть-чуть средств подороже, да. Давайте я сейчас вам покажу более бюджетный уход, который тоже очень круто на волосах работает. Это кокосовое масло, девчоночки. Ничего не изменилось. Когда, ну, совсем с моими волосами капец, а зимой я видела, что они уже такие сухие, а я еще сейчас стала баловаться, плойку же я купила. И я прям вижу, что длина, ну, просто ужасно выглядит. А сейчас я еще вот эту вот часть укоротила. И она у меня, знаете, все время болтается, заламывается, и выглядит вообще как-то печально. Мне не понравилось. Я все-таки буду отращивать, чтобы у меня была вот одноровная длина. Просто в магазине в Ашане я купила масло кокосовое. Мне очень нравится, которое идет нерафинированное, чтобы был кокосовый запах. Вот так вот оно выглядит. Я раньше в микроволновке расплавляла, здесь у меня сейчас микроволновки нет. Я просто беру вот так вот, набираю на руки, в руках разогреваю, наношу на длину, завязываю вот здесь вот сверху гулечку, на ночь. Ложусь спать на полотенце. Полотенце, не постель никогда не вымазывается. Волосы с утра промываю обязательно без сульфатным шампунем. Сейчас покажу, какими. Потому что сульфатные просто вымоют. Это все кокосовое масло. Волосы, они такие упругие, потому что у меня они такие мягкие, безжизненная природа. Тут они такие упругие, сияющие. Наверное, если бы я сделала, конечно, кокосовое масло, они бы на камере еще более как-то красиво сияли. Но, по-моему, от маски тоже эффект достаточно красивый. Прям сидишь и хочется волосы трогать, потому что они очень-очень приятные. Как по мне, это бюджетная альтернатива дорогим профессиональным маскам. Я не знаю, почему кокосовое масло хейтят многие работники студии красоты. Мне кажется, из-за его дешевизны. Говорят, что они типа сушат волосы. Не правда. Я когда всегда начинаю им пользоваться, мне волосы просто говорят большое спасибо. Поэтому вот бюджетно, круто. То есть я вот использую масло и затем сверху промываю бессульфатным шампунем. Очень люблю шампунь от Organic Shop. Вот этот вот как-то был так заупакован, что не смогла отодрать этикетку для того, чтобы шампунь не пролился. Этот шампунь я использовала сегодня первый раз. Он у меня новенький. Я его только-только заказала. Это шампунь для жирной кожи головы. Я уже в душе поняла, что это просто моя прелесть. Вообще шампунь Organic Shop мне очень нравится, потому что они очень хорошо пенятся. Они бессульфатные. То есть можно и под кокосовое масло использовать, но при этом они будут хорошо вымывать, потому что бывают бессульфатные шампуни, которые кокосовое масло моешь-моешь, выходишь из душа, а волосы грязные. То есть когда используете кокосовое масло, длину прям надо так аккуратненько промыть шампунчиком. И вот эти шампуни очень хорошо вымывают. А вот этот так вообще я прям в душе чувствовала, какие у меня уже объемные волосы, что они стали как будто бы более воздушные. И я прям жалею, что я вот этого вольюма заказала еще одну целую упаковку. Я сейчас потому что буду 100% этим пользоваться. У меня такой обалденный эффект объема, а это у меня эффект объема, потому что волосы очень тонкие. Обычно только после использования пилинга для кожи головы. А тут вот чисто после шампуня. Просто красотища. Поэтому вот прям советую его. Здесь идет содиум кокос сульфат из очищающих элементов. Я все время пользуюсь вообще вот этим шампунем. Я его здесь вот как нашла. Мне очень нравится. Я пробовала большущее количество других бессульфатных шампунев. Этот лучший шампунев. Этот лучший. Кто его из девочек не пробовал, всем он тоже очень нравится. Это вольвиум шампунь. Мне кажется, что для жирных волос чуть получше промывает. Но вот это вот тоже очень хороший объем. Здесь очень удобная упаковка. Он очень бюджетный, он замечательный. У него вкусный аромат. Я люблю их и гели для душа, и скрабики очень люблю. Но буду сегодня останавливаться чисто на шампуне, поэтому присмотритесь. И когда я использую кокосовое масло, я все равно люблю закрыть какой-нибудь масочкой, кондиционером. Вообще просто любым. Это не обязательно, но тогда волосы просто восхитительно выглядят. Я вам много раз показывала тоже. На Валборис можно купить. Доланда Лив. Если хорошая вода, в принципе, они меня вот эта вот маска устраивала, когда я жила в Беларуси полностью. То есть мне очень нравилось, какие были волосы. Они были такие же рассыпчатые, они были такие же вот напитанные. Если тоже попробуете походить подольше под шапочку, будет очень круто. А, кондиционер. Дополнительный объем. Я знаю, что много кто с девочек уже его пробовал, и вам он тоже понравился. Здесь с этой водой у меня не такой красивый от него эффект в чистом виде, поэтому я уже чаще его использую под кокосовое масло. Но если вот не использую кокосовое масло, мне надо очень побыстренько, мы тоже могу нанести его. И потом вот этот вот спрей для волос от Vitex, легкое расчесывание, детский спрей. Он идет без силиконов, и он очень круто волосы. Дополнительный блеск им дает, и дополнительное увлажнение осенней. Ну, короче, вот они такие рассыпчатые более становятся. На данный момент меня мои маски полностью устраивают, что я им почти перестала пользоваться. Но если вы не хотите тратиться на дорогие маски, вот комбо Долан Долив и вот этот спрей делают волосы очень красивыми. Но честно, у меня сейчас вот прям они очень рассыпчатые. Спрей и маска такого не делают. Именно вот с этой вот водой, которая здесь. Дальше я еще хочу затронуть тему доктор Сорби. Девчонки, если кто-то из Варшавы захочет ее приобрести, я могу для вас заказать в салоне. Поэтому можете, если что, мне писать. Доктор Сорби, это, наверное, первая косметика такая профессиональная, которую я попробовала. Мне очень, знаете, что понравилось? Мне не нравится в профессиональной косметике часто, что там одни силиконы. Здесь такого нету. Вот, допустим, маска Volume. Я изначально попробовала вот такую миниатюрку. Мне безумно понравилось. Поэтому я, конечно же, заказала полноразмер, еще и самый здоровый. Здесь идет в составе омега-3, витамины B5, C, E. Отсутствует парабены. Есть гидролизированный коллаген, белые протеины соя и шелка. У меня волосы очень легко перенапитываются. Про это я тоже поговорю, потому что у меня еще одна маска есть от доктор Сорби. И вот эта подошла мне не очень. То есть волосы очень сильно тонкие. Их нужно хорошо увлажнить и напитать, но не перенасытить. Потому что они могут быть такими тяжелыми, нерассыпчатыми, неприятными. Под некоторыми масками даже жирноватыми. Они как будто сильнее путаться начинают в какие-то ковтунчики. Вот маска Volume этого не делает. Маска Volume чем-то похожа с той маской, про которую я вам изначально рассказывала. Ставлю картиночку, напомню, как она выглядит. Эффект чем-то, девчонки, похож. Маска Volume, я сказала бы, наверное, что подороже будет. Хотя, может, за тот же объем. Да, за тот же объем подороже. Потому что это так нормально стоит. Но эффект от нее очень крутой. Она у меня уже достаточно давно. Смотрите, я использовала совсем мало. Запах очень приятный, свойственный для Доктор Сорби. Доктор Сорби это израильская косметика профессиональная. Она в салоне на ней работает, делает на ней уход. И, конечно же, попробовав, имея возможность попробовать, я купила. Мне очень нравится. Пользуюсь с огромным удовольствием. Мне очень нравится, что есть вот такой вот travel size. Очень удобно. Если вот куда-то надо, я всегда беру с собой. И в travel size у меня еще есть шампунь Volume. Шампунь Volume. Он достаточно такой... Смотрите, вот у меня больший объем дает мне вот этот вот шампунь, честно. От Organic Shop. Но, допустим, вот у меня соседка моя попробовала вот этот шампунь Volume. И сказала, что волосы просто обалдеть. И действительно, я вижу, она вот высушит волосы. У нее прямо они обалдеть, как стоят. Но у нее волос чуть более плотный, чем мой. И на чуть более плотном волосе Volume дает очень крутой объем. У меня... Ну, я вот как-то помыла. Для меня шампунь как шампунь. Он как бы не дешевый. Но на более, чуть более плотных, не таких тонких волосах, как у меня, он дает очень крутой эффект. Но я, конечно, все равно потом куплю полноразмер. Мне, в принципе, его эффект нравится. Вот когда шампунь Volume и маска Volume, волосы такие сияющие, красивейшие. Просто прелесть. Еще у меня был пробник маски Repair от Dr. Sorby. Тоже потрясающе. Волосы очень напитанные, классные. Я вплоть до того, что на брови после ламинирования наносила, волосы были просто супер... Действительно, Dr. Sorby очень круто, как будто бы наполняет волосы. И у меня есть маска Smooth. Это я уже оставила напоследок, скажем так. Маска Smooth подойдет только для пористых волос, для более плотных волос, для очень сильно сухих волос. И мне кажется, что для окрашенных волос. У меня, кстати, волосы не окрашены, потому что очень часто вопрос задаете, чем крашу. Пока не крашу, девчонки. Я вот и решила, что хочу отрастить, потому что пока седины немного, могу себе позволить еще сделать длинные волосы и эти пару сединочек где-то еще выдрать. Так что вот этот Smooth я когда использую, у меня волосы такие... Вот они опять тусклые становятся, они сильно такие тяжелые, они сильно перенапитанные. Я знаю, что у меня вот подруги курчавые, более плотные волосы. У нее прям такая грива красивая. Вот ей эта маска очень хорошо подойдет. Это прям для нее. Для нее Volume, я думаю, что тоже был бы хорошо. Но вот этот прям будет вау-эффект давать. Поэтому я думаю, что здесь вы прям можете выбрать каждый для себя. Вот это я уже, видите, заказала небольшую упаковочку. Вот это вот большая упаковка. Напомню, что, как по мне, чтобы отрастить хорошие здоровые волосы, за ними нужно ухаживать именно за длиной. Корень тоже очень важно очищать. Можно делать какую-то мезотерапию, пилинги делать. Это уже на ваше усмотрение. Но вот хотя бы-хотя бы пилинги я тоже советую вести. И у вас будут красивые, здоровые волосы, потому что у меня всегда волосы были короткие. Вот такая вот длина. Я их всегда расчесывала. И они прям отламывались кусками. И не ленитесь ухаживать за волосами. Это не то, что вы маску нанесли раз в неделю и думаете, что она будет работать и при остальных мытьях головы. Нет уж, дорогие мои. Если не хотите маску очень часто, используйте какой-нибудь кондиционер хотя бы. Ну вот можно что-то хотя бы такое. От этого ваши волосы уже будут намного лучше выглядеть. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Вы для себя нашли какие-то новые продукты, потому что я давно собиралась снять для вас это видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые полезные видео. Увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!